День добрый, дорогие друзья! В эфире программа «Семейный доктор». Я приветствую вас в студии, как всегда, Анатолий Алексеев. И вот вторую передачу подряд со мной вместе в студии Валерий Борисович Мамаев. Кандидат биологических наук, старший преподаватель Московского физико-технического института по специальности биохимическая физика. Так я понимаю, да? Старший научный сотрудник научно-исследовательского института биохимической физики Академии наук Российской Федерации. Мы продолжаем тему, которую начали в прошлой передаче. И тема эта, безусловно, архиважна. Единственная проблема, почему мы вот таким вот образом сейчас концентрируемся именно на этой проблеме, я имею в виду свободные радикалы и антиоксидантная защита. То есть борьба против этих самых свободных радикалов. Потому что, зародившись где-то в начале 50-х, 60-х годов, формируется вот это вот направление, биохимическая физика. То есть, по сути-то, это и есть истинная структура человека. Потому что сугубо биологическим объектом его не назовешь. Потому что, пожалуй, наверное, суть-то нашу, человеческой жизни, составляет как раз скорее биофизические процессы, чем чистая физиология. Там, скажем, да? Я бы не стал разделять это все единое. Я об этом и говорю. Сформировался, по сути... Физиология, она и есть, а биохимфизика, по сути, да. По сути, так. Ну, просто она чуть глубже, чем принято написать в учебниках по физиологии. Это правильно. И, так сказать, мне так кажется, как раз вот формирование этого направления многое, что должно изменить в подходе практической медицины к человеческому здоровью. Мне кажется так. Это невероятно важно, потому что вот с тех времен прошло всего лишь каких-то 30 лет, когда уже осознанное формирование произошло вот этого направления. И тогда бы стало ясно, что те проблемы, о которых мы с вами говорим сегодня, это краеугольные проблемы человеческого здоровья. Я ничего не... Совершенно с вами согласен. Ну, Валерий Борисович, как же приятно. Все абсолютно согласны. Я знаю, что у нас есть звонок. Алло. 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 Анатолий Ефимович. Алло. Алло, алло. Я не слышу в студии вопроса. Алло. Да. Анатолий Ефимович. Да, да. Добрый день. День добрый. Меня зовут Александр. 60 лет. Да. Значит, у меня какая проблема? Больное сердце. Я могу перечислить все болячки на сердце. Но это еще не все. Да. Самое основное, у меня аневризма брюшной аорти. Да. И кардиолог не рекомендует делать операцию. Не рекомендует? Да. Так. В связи с тем, что больное сердце. Понятно. Меня интересует, можно ли чем-нибудь помочь мне? Простите, как вас зовут еще раз? Александр. Александр меня зовут. Александр. Значит, вы говорите о больном сердце. Что в первую очередь? Что там есть? Стериокардия. Ишемическая болезнь сердца. Понятно. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия напряжения. Так. Дальше. Атеросклероз. Атеросклероз кардиосклероз. Понятно. Дальше. Атеросклероз аорта и артального клапана. Так. Понятно. Дальше. Относительно недостатка шмитрального клапана. Понятно. Гипертоническая болезнь. Гипертоническая цифра какие? Ну, бывает за 200 доходит. Понятно. Пожалуйста, так сказать, побудьте на телефоне. Хорошо? Хорошо. Валерий Иванович, вот ситуация. Как вы полагаете, можно ее изменить? В лучшую сторону, естественно. Да. Я думаю, что в любом случае нужно помогать. Тем более, что весь тот набор, который у него есть, есть почти у каждого в этом возрасте. Да. Это, ну, как бы... Кроме аневризмы. Вот тут. Да, да. Аневризма это... Вот есть тут элементы, связанные с тем, что он родился с этим. То есть, я там... Или потом рано в ранней половине жизни приобрел. А мне кажется, что это как раз вот та аневризма, это ситуация, которая появляется в результате вот этой свободно-радикальной агрессии. Может быть и так. Да. Может быть и так. Если вы нас слушаете... Да, мы слушаем. Вот. Тогда дослушайте до конца, а потом мы, как бы, завершая передачу, попробуем вам обосновать, почему нужно вот это делать, то, что мы вам будем говорить. Значит, Александр, давайте мы договоримся с таким образом. Я хочу вам сказать, что эта ситуация ваша, она изменяема. Изменяема в лучшую сторону. Безусловно, говорить о том, что на 100% вывести себя из этого состояния, боюсь, невозможно. Но процентов на 70-80% восстановить и работу сердца, и, так сказать, опасность аневризмы убрать, это возможно. Причем есть такой опыт уникальный абсолютно. Этот опыт касается жителей Нижнего Новгорода, я не буду называть фамилию и отчество, но, как бы, капитан подводной лодки, которого с аневризмой брюшной аорты, это все абсолютная копия того, что происходит с Александром. Честно сказать, когда он мне однажды по телефону задал вопрос, может ли он проводить эту программу, я сказал, что только под наблюдением врача обязательно, потому что, ну, есть там опасности, которые достаточно реальны. Вот, и, в принципе, это не очень советовал. Он на свой страх и риск начал программу, по сути, ни с кем не советуюсь, ничего. Его провел очищение, вода, очищение организма, включая скепидарные ванны, правда, потихоньку, аккуратно и все. И в результате вместо лежачего состояния, в котором он оказался, его приковали к постели и все, он, так сказать, начал бегать по нескольку километров, чувствует себя совершенно великолепно. Я уже вот видел его, и мы с ним общались, разговаривали, обсуждали эти проблемы уже тогда, когда он, по сути, большую часть своих проблем и сердечных, и ситуации, связанные с брюшной аортой, решил. Так что это возможно. Не будем вас 30 минут держать на телефоне, это смешно. Вот послушайте то, о чем мы сегодня будем говорить, и я думаю, что это будет тем направлением, которое для вас необходимо. Вот давайте так, Александр. Еще такой вопрос. А в Нижнем Новгороде операцию не делали? Нет, не делали. Нет, нет. То есть он был неоперабелен, ему запретили двигаться, ему запретили физические нагрузки, и он мог только выйти, вот разрешил, то, что было разрешено, выйти из квартиры, посидеть где-нибудь в сквере, чуть-чуть подышать в квартиру и в постель. Вот режим, в котором, так сказать, он оказался. Пожалуйста. Да, тогда начинаем сегодняшний разговор про сердечно-сосудистые заболевания, проблемы, поскольку это одна из главных проблем, с которыми сталкиваются люди за 60 лет точно, а на самом деле еще иначе. Это практически глобальная ситуация, связанная с состоянием дел в мире. Я просто хотел привести такой пример. Мы, когда делали аутоэксперименты с антиоксидантами, взяли энное количество добровольцев, в том числе и себя. Тогда мне было 40 лет. И я набрал таких же знакомых, и у всех у них оказалось скрытый ИБС. Ишемическая болезнь сердца. Практически у всех она есть, но только в скрытом виде. Начиная с 40 лет, это уж точно. Почему это так происходит? Это уже тема другой передачи, например, старение, свободные радикалы и антиоксиданты. А сегодня давайте поговорим про систему кровообращения и болезни системы кровообращения. Мы сами понимаем с вами, что мы на самом деле открытая химическая система. И про это не надо забывать. Мы как-то думаем, что мы люди, как отуществляем себя с вещами. А на самом деле мы химическая система, где постоянно идет обмен веществ. Вообще-то по-настоящему человек это сосуд с раствором. И ничего больше. В который все время выливает. Вот это вот наше тело, вот это. А внутри вот это раствор. В котором плавают, вот как в океане плавают островки. Так в этом растворе плавают наши органы. Вот что такое человек. Ну, не плавает, а в смысле вот простекает жизнь. И надо примерно себе ясно представлять, как это сосуд подразделяется. Примерно 60% это клетки. Вот жидкость, которая в клетках. Там 40% это или 30% жидкости, которая между клетками. И только 10% кровь. То есть вот задача системы кровообращения этими 10% прокачать или обеспечить нормальный обмен веществ во всей массе. Метаболизм. Метаболизм. И надо самое главное помнить, что вот часто говорят, когда говорят про болезнь системы кровообращения, думают всегда о сердце. Сердце это вот только одна из части. Одна треть. Причем не самое главное. Не самое главное. А самое главное, это, наверное, капилляры, чтобы, то есть вот мы можем так условно разделить, значит, крупные сосуды из сердца, средние сосуды и мелкие сосуды. И везде свои проблемы, и везде по-разному люди к ним относятся. То есть капилляры как бы вообще... Люди, честно говоря, вообще об этом даже и не думают. И не думают. Вот что. Да. Что мне еще хотелось бы сказать, как бы такую ремарку, почаще вспоминайте, что мы с вами учили в школе. Нас, на самом деле, неплохо учили в школе. Но мы как-то... Много лучше, чем нынешние. Да, много лучше, чем нынешние. Сейчас слишком гонятся за красивыми современными вещами, забывая, что основы-то они все равно остались те же самые, что и нас учили. Логика, да. Вот. И в книжках, в учебниках, там про систему кровообращения тоже все написано. И про капилляры написано, и про артерии написано, и как они устроены написано. Ну, вот, заглядывайте и лишний раз повторяйте. Я к чему это говорю? К тому, что даже студенты, которые приходят к нам, плохо знают школьный курс. Плохо. То есть, вообще говоря, ни одного студента, который бы знал, что написано в школьном учебнике, мне не попалось. Они вот, начиная от какого-то, пятого, шестого класса занимаются математикой, и, значит, в физтех. А потом думают, что все-таки нужно какую-то жизненную проблему брать. И тогда приходят на биофим-физику. Вот. Значит, итак, система кровообращения состоит из крупных... Средних и мелких капилляров. Средних и мелких. Да. Начнем с мелких. Их больше всего, и они, на самом деле, самые главные. Что такое, по сути, дело человек? Человек – это тонкий слой, толщиной примерно около миллиметра. Вот этот слой длиной примерно около шести километров, то есть, миллиметр, метр и на шесть километров. Вот это вот свернутое в наше тело – это и есть человек. То есть, для чего я это сказал? Вот этот слой... Я так себе представил. То есть, это, по сути, что это такое? Что мы с вами? Это получается так некая спираль, некоторая нить толщиной один миллиметр, длиной шесть километров, которая свернута в тугую спираль. Вот даже не спираль, а это какие-то кривые гаусса, которые заполонили все наше тело. Да, вот для чего я это все так представил? Для того, чтобы вы ясно понимали, что обмена веществ идет в этой поверхности. И эта поверхность, она очень важна. Если она сокращается и становится в три раза, в четыре раза толще, что происходит при старении организма, то все замедляется. Естественно, все замедляется. Вот этот миллиметр необходим для того, чтобы вовремя успеть клеткам передать то, что нужно, и забрать у нее то, что не нужно. И этот процесс довольно быстрый и бурный идет. Как только мы начинаем пренебрегать этим процессом, то тут начинаются все те проблемы, которые мы называем по-другому. Там захламление организма, шлаки организма. То есть просто что-то не успевает выводиться, а что-то в результате недополучаем, и в результате организм должен приспособиться. Например, недополучаем кислород. И тогда организм тут же начинает все переваливать в систему, где образуется молочная кислота. То есть, другими словами, если не хватает кислорода, то тут же образуется молочная кислота, которая как бы... Экстренная ситуация, когда не хватает кислорода. Да, да. Да, но нужно переключить обмен веществ таким образом, чтобы он потом бы окислился до конца. И эта молочная кислота уже начинает вредить. И вот такая ситуация, когда полупродукты, которыми мы загнали свою систему... Недопереработанные, недосвоенные. Недопереработанные, начинают вредить очень часто, особенно в 60 лет. И отсюда все эти сердечные боли. Там не хватает кровоснабжения. То есть, по каким-то причинам нарушилось кровоснабжение. По каким причинам, мы сейчас будем говорить. И эта недоработка приводит к тому, что идет захламление. И идет выработка большой молочной кислоты. И мы это воспринимаем как больно. Ну, в всяком случае, это и возникает та самая ситуация, на которой сегодня только ленивый не говорит. О том, что надо очищать организм, надо очищать организм. Но меня всегда потрясает во всей этой ситуации, что тогда, когда люди начинают... Даже врачи, когда начинают говорить об очищении организма, почему-то все сводится к каловым камням, к клизмам, которые надо продолбить. Желудочно-кишечный тракт снизу, сверху, неважно. И тогда все будет хорошо. Вот это неправильный подход абсолютно, потому что мы должны по очереди активизировать, как мне кажется, очистительные, детоксикационные системы нашего организма. Кишечник, мочевыводящие, кожу, легкие, их вводить в этот процесс. Плюс сосудистая. Для чего? Для того, чтобы изменить реологию крови. С тем, чтобы сброс вот этих продуктов недоокисления, перед недооработки. Да, организм сумел вывести. Вот именно в этой ситуации нам и нужна антиоксидантная система. Так я понимаю? Значит, я хочу показать книгу, которую подготовил Анатолий Фимович. Да это не важно. Да. Для того, чтобы... Очень много есть хороших книг. Я не один раз показывал их. Да. Которые вам уже показывали. И которые, да, нужно, наверное, иметь каждому. Я просто еще раз хочу сказать, что на самом деле наша передача, она есть часть такой вот, я не знаю, системы «Помоги или исцели себя сам». Да. Потому что хорошо переваливать ответственность на врача, но на самом деле ответственность лежит на вас, за ваш организм. Вот эти книги, они все сейчас есть на прилавках. Пожалуйста, покупайте и читайте. Значит, вот это вот люди сами, так сказать, решат, надо им или не надо. Нет, понятно. Вот мне интересно вот это. Значит, кроме того, если по каким-то причинам вы не можете делать ванны залмановские или там, мало ли, неприятно вам скипидар. Есть, а у вас есть средства, вы можете применять другие. Значит, вот на самом деле в чем эффект массажа? В том, что он тоже производит капилляротерапию. То есть он ускоряет капиллярный обмен. Значит, есть в конечном... Вы знаете что? И вот, к сожалению, я тут немножко с вами не соглашусь, я должен обязательно внести свою как бы лепту. Понимаете, массаж действительно штука очень хорошая, на самом деле. Первое его действие – это усиление кровотока, приток крови, вынос продуктов не сгоревших, да, вот шлаков тех самых и токсинов. Это первый момент. А второй момент – приток кислорода, соответственно, повышается энергетика структуры, с которой мы занимаемся, но это временный эффект. Понимаете, потому что массаж – это всегда местное воздействие. И местные изменения перевести в общую генерализованную форму воздействие на организм чрезвычайно сложно. Поэтому я-то как раз вот здесь за массаж, безусловно. Но при этом я понимаю, он не решает. Проблемы. А проблемы – это все равно мы должны все-таки думать о целостности вот той самой нити, да, в 6 километров длиной и толщиной в 1 миллиметр. И чтобы эта нить работала, вот для этого нужны и залмановские ванны, и много еще чего. И вода. Вот тут я немножко с вами не соглашаюсь. Значит, почему? Значит, во-первых, наше местное, любое наше местное проявление, кожа, если хотите, тоже только кожа. Это, как бы, представительство всего организма. То есть, любая наша часть, она отражает весь организм. Мы, на самом деле, устроены как голограмма. Значит, каждая частичка отражает все, а все отражает каждую частичку. Вот. И с другой стороны, когда мы на эту частичку воздействуем, мы воздействуем и на организм тоже. Естественно, но, к сожалению, великому, понимаете, тогда, когда мы с вами воздействуем на организм, в котором уже произошли изменения, когда эти организмы, изменения, да, патологические изменения, как правило, мы сейчас же ведь об этом говорим. Когда эти патологические изменения превратились в то, что Бехтер его назвала устойчивым патологическим состоянием, да, то есть тогда, когда организм принял как данность болезнь, и он перестал на нее обращать внимание, он осуществляет дальнейший свой жизненный цикл. По сути, понимаете, это очень странная ситуация вот с этим устойчивым патологическим состоянием, очень странная. Потому что для того, чтобы человека или организм заставить до конца работать именно с этой проблемой, убрать ее, эту проблему, разрушить ту патологию, которая сложилась, вот ту ситуацию, надо, чтобы он сконцентрировался на ней. Понимаете? И тут, я вот, то, о чем вы говорите с точки зрения голографического состояния, да, есть замечательная методика, да, которая называется суджок, да, большой палец-голова, помните, да, массирую большой палец всего лишь, а, так сказать, вот эту часть пальца, а позвоночнику становится легче, это, так сказать, известная вещь, понимаете, но я должен отмассировать всю руку для того, чтобы заставить организм отработать вот то, что называется устойчивым патологическим состоянием. Вот я, что имею в виду. Андрей Федорович, как бы время у нас, временные рамки маленькие, но я все равно хотел сказать, что мы в основном сегодня говорим про то, что даже для этого, для решения любой местной проблемы, не надо забывать, что организм, это единое целое, которое обладает уникальными своими собственными лекарствами. И таких лекарств не создано и никогда, наверное, не будет создано. То, что может дать организм. И для того, чтобы доставить к этому вот больному месту. Нужно, чтобы кровь туда притекала. Нужно, чтобы был обмен веществ, нужно, чтобы был транспорт. И вот мы про это сегодня и говорим, что первое необходимое условие – это забота о своих капиллярах. Вот как они заботятся, я думаю, вы сами найдете подчеркнуть. Вторая важная проблема связана со средними сосудами. Значит, вот здесь представлено наверху, если можно картиночку повыше. Да-да-да-да. Вы говорите, наверху. Наверху. Значит, вот верхняя картиночка, которую вы сейчас видите на экране. Показан срез сосуда в нижней половине картиночки. Вот эта. Вот. И кровь. Вот видите, на самом деле вот этот слой клеточек, который не видно, это клеточки, которые выстилают все сосуды у нас. Вот они, это не внизу, вот они, да, эпитролиальные слойки. Нет, вот один слой. А внизу красненький – это уже миобласты, то есть мышечные клетки. Мышечные клетки, да. Которые нужны для того, чтобы… И соединительные тканые. И соединительные тканые. Да, потому что они держат форму. Да, да, да. А теперь нижнюю, пожалуйста, картиночку. А, вот оно, что происходит при атеросклерозе, правильно? Да, что такое атеросклероз? Атеросклероз – это образование атеросклероза. Атеросклероз – каши, да, которая, как бы, состоит из двух компонентов. Из липидов. Здесь эти два потока разделены. Вот сейчас, одну секундочку, чтобы было понятно людям. Вот посмотрите, вот верхний рисунок, да, верхний рисунок. Все гладенько и ровно. Да, да, вот оно, понимаете, вот оно. Вот это стеночка сосуда, вот она стеночка. Видите, гладко, ровно. И кровь течет спокойно. У нее нет никаких задержек. Теперь внизу посмотрите, пожалуйста. Вот посмотрите, что произошло, когда поработал свободный радикал. Я правильно понимаю, Валерий Петрович? Да, да, да. Вот здесь поработал тот самый свободный радикал. И посмотрите, что произошло со стенкой. Вот какой выпад образовался. Значит, пространство сосуда, вот это, оно изменилось, оно сузилось. И динамика крови другая, препятствие появилось. Кровь замедлилась, и, соответственно, возникают услуги. Да, прошу прощения, Валерий Петрович. Все правильно. А то я все за вас рассказываю. Все замечательно, вы рассказываете. Вот, теперь в двух словах, еще раз картиночку, можно? Да. В двух словах нижнюю картиночку покрупнее. Угу. Вот она. Значит, что, как это все сменится свободным радикалом? Элипиды, которые плавают в крови, окисляются кислородом. И если у нас защита недостаточная, то этих окислов довольно много. Они начинают повреждать эту вот пленочку из одних эндотелиальных поверхностных клеток. Ну да. Как только они повредили, они начинают... То есть это вот этот слой. Да, да. Они начинают проникать внутрь стенки, которая называется интима. К тому же организм привык. Если все, что нехорошее, болтается в крови, надо убрать. Куда? В интиму прежде. Да, да, да. Внутрь стенки. Внутрь вот этой стенки. И он очищает кровь путем загона вот этих липидов и окисленных липидов внутрь сосуда. Да. Внутри сосуда есть клеточки. Да, да. Они тоже нарисованы, которые называются макрофаги, которые это все убирают. Вот макрофаги покажите, где они у нас тут, какой цвет? Вот они, вот они красненькие. Вот это, вот они, макрофаги. Вот они, макрофаги. И когда они повреждаются сами этими окислами липидов, они превращаются уже в так называемые пенистые клетки. То есть клетки, которые не могут переварить липидов, столько мы их туда нагнали. Да, вот липиды это жиры. Жиры, да. Жиры. Вот той самой высокой плотности, про которую мы говорим. Да. То есть, другими словами, мы слишком много едим жиров. Это как бы непривычно для нашего организма. И забиваем сосуды. Ну, не то, что забиваем, а заставляем организм забивать. Приводим к тем изменениям, которые вот и превращаются вот в такие вот выпады. Вот сейчас еще раз эта картиночка очень нужна. Понимаете? Потому что холестерин-то вот он где начинает обработать. Вот сюда выпадает холестерин, который это изменение как бы еще и утверждает. Да. Правильно покрывает шлемом таким. К тому же в организме есть система, свертывающая система, которая следит за целостностью этой стеночки. И она начинает тоже вносить свой вклад. Вот здесь нарисованно с этой стороны. Да. Вот это образование фибрина, который тоже выпадает сюда. Это часть соединительной ткани. Да. Нет, это свертывающая система. Немножко другой. Вот. И вот эта вот смесь липидных масс с фибринами есть атеросклеротическая бляшка. Но к тому же вот в результате этого как бы вот распада и этого процесса образуется вещество, которое стимулирует рост. Вот видите, красненькие клеточки. Это развивается разрастание уже гладких миобластов. И они образуются вот это еще и бугор к тому же. Понятно. Это по сути и есть вот это вот образование. Знаете, как шрам. Вот который, так сказать, мы порезали с вами руку, ударили. На этом месте образовался рубец, который как бы даже немножко выпячивается всегда. Вот этот рубец по сути и есть вот это вот образование. Разрастание миобластов. Не нужно думать, что это как данность. Вот она образовалась и все. Организм в состоянии все это вовремя убирать. То есть всю жизнь они образуются, всю жизнь они убираются. И это как бы динамический процесс, который постоянно идет. Значит, у нас с вами первая задача, это первая задача Александра, который нам звонил, заключается в том, что вот эти вот изменения, которые есть вот на этой картинке. Вот если можно, да, еще раз, Станислав Леонидович, покажите ее, эту картиночку. Потому что вот корень зла у Александра. Да. Вот корень зла у Александра. Значит, вот с этим злом и надо побороться. Это ведь возможно. Да. Это возможно. Вот и для этого проще всего использовать антиоксиданты, которых сейчас очень много. Да. Которые прекратят этот процесс образования. То есть вот в организме. А остановит дальнейшее формирование этих условий. Да, дальнейшее формирование, а организм потихонечку будет убирать это все. Ему можно помочь убирать. Да. С помощью залмановских ванн, скажем. Да, да, да. Теперь, Александр, вот в следующих передачах, по сути, начинается формирование той программы, которая вам нужна. Буквально в смысле. Вот буквально, так сказать, следующие две передачи, они будут этому посвящены. Первый ваш шаг, как ни странно, и я думаю, что Валерий Борисович согласится, у нас остается три минутки ровно. Понимаете, поэтому, Валерий Борисович, я взял на себя, так сказать, вот упор такой. Значит, вода, первое условие. Причем надо очень аккуратно набирать воду, здесь нельзя, с тем, чтобы усилить реальные возможности детоксикационных систем, в том числе и антиоксидантные системы организма. И дальше питание определенное, и дальше те процедуры, о которых, так сказать, будет рассказано в следующих передачах. У меня к вам вопрос. Можно, Валерий Борисович? Да, конечно. Вот грудные обертывания, горячие грудные обертывания, с помощью которых мы усиливаем, так сказать, насыщение крови кислородом, мы снимаем спазмы, мы, так сказать, повышая температуру легких, убираем застои легочные. Но, по сути, это процедуры, которые ведут к восстановлению малого легочного круга, то есть сердечного круга кровообращения. Я правильно, как бы, понимаю? Они в этой ситуации нужны? С точки зрения борьбы с антиоксидантами? Нет. Со свободными родитами? Со процессами окисления? Да. Да, конечно. Потому что, значит, что я хочу сказать, что когда мы недоокисливаем какие-то процессы в крови, прежде всего страдают эритроциты, которых очень много в крови. Да. Когда у нас по каким-то причинам ухудшается мембрана эритроцитов, они становятся недеформируемыми, то есть они не пролезают в маленькие дырочки. А капилляры – это маленькие дырочки. Да. Именно таким исследованием, по-моему, уже лет 80, по крайней мере, в России проделаны. И вот эту ситуацию меняет как раз вода. Почему я и прошу начать пить воду. Второй вопрос. У меня остается полторы минуты. Да. Валерий Борисович, есть у нас, помоги себе сам, особый антиоксидантный рецепт. Это сыро-овощная паста, в которую входит порядка 15 овощей, сырых овощей. В том числе топинамбур, свекла, картошка сырая, да, так сказать, морковь, естественно, сладкий перец, чеснок, лук, помидоры, огурцы, петрушка, укроп. То есть овощи. Вот все овощи, которые могут быть только на столе. И они готовятся особым образом. Они все перетираются. Я буду рассказывать, в передаче уже рассказывал, буду рассказывать еще раз. Перетираются. Не добавляется в них ничего. Да. Они сразу же в заморозку. И какое-то время они там лежат. Вот скажите мне, пожалуйста. То есть в собственном соке. А в силу того, что процессы переваривания все равно идут в этой пасте, вот такой своеобразной, да. И ферменты, это ферментные системы, которые есть в каждом овоще, они же продолжают работать. То есть они как бы эту сыро-овощную пасту, сохраняя растительные волокна, живые, да, готовят для нашего употребления. Вот такая паста и есть средство антиоксидации. Конечно. И причем это иногда лучше, чем таблетка. Вот. Понимаете, какая штука? Вот этот ответ мне нужен был бы для вас. Друзья мои, Александр, вот эта паста должна быть для вас в буквальном смысле с завтрашнего дня на столе. В следующих передачах я об этом расскажу. Единственный, так сказать, вопрос, который так и остался у меня открытый. Но мы еще успеем его обсудить. А сейчас наша программа заканчивается. Я благодарю от вашего имени Валерия Борисовича Мамаева. Напомню, старший преподаватель Московского физико-технического института, старший научный сотрудник НИИ биохимической физики Академии наук СССР. Благодарю вас за внимание. Здоровья вам. Александр, сейчас позвоните по телефону нашему консультанту, который с вами разговаривал, Антонина Александровна. Она вам даст телефон, по которому вы сможете связаться со мной. А сейчас всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok